Что сейчас в Авдеевке происходит и под Авдеевкой, об этом и не только будем говорить с главой Авдеевской городской военной администрации Покровского района Виталием Барбашом, который присоединяется к нашему эфиру. Виталий, приветствуем! Здравствуйте! Слава Украине! Героям слава! Виталий, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что непосредственно сейчас на месте происходит. Ситуация начинает быть настолько интересной, смешной. Ехали, возьмем все и сдулись. Реально сдулись, потому что двое последних суток мы видим, что существенно снизилось и количество обстрелов по территории громады. И количество, ну даже генеральный штаб это подтверждает в своих сводках, что количество штурмовых действий снизилось в разы. Ну все, сдулись, реально сдулись. Ехали, ехали, как говорят, и приехали. То есть не зря... Есть, есть, знаете, есть у них еще потуги, ну не без того, конечно, сказать, что вот все, у нас лает, такого нет. Но штурмовых действий, ну если было там несколько десятков, там несколько дней еще назад, то сейчас, ну 15, практически это не 50-60, как было, повторюсь, там 10-11. Количество авиации, которая работает, ну чуть-чуть меньше, реально меньше. За прошедшие сутки авиаракетных ударов по громаде всего лишь было 6. Максимально было у нас 13-го числа, по-моему, 31. Это только по территории громады. Ну, по позициям, ну, конечно, там все равно продолжается еще довольно горячо. Нельзя сказать, что там все вообще спокойно. Бои и днем, и ночью. Мы слышим и стрелковые бои постоянные. Ночью тоже очень много артиллерии работает по позициям вражеской. Ну, понятно, наши дают такой серьезный ответ. Не знаю, где-то видел аналитику, что вроде бы впервые за полномасштабную войну количество работы артиллерии наши превышает, чем противника. Я, честно говоря, не знаю, насколько это действительно так, но то, что наши работают и работают много, это правда. Ничего у них не получилось. Читаем уже с той стороны куча всяких телеграм-каналов нытья ихнего. Денис Казанский вчера, по-моему, или позавчера написал интересную тоже статью, что, ну, опять же, скриншоты делая с той стороны, с тех телеграм-каналов, что несколько дней назад они говорили, все, укропов там кончаем и так далее и тому подобное на авдеевском направлении. Уже вводят, типа, о том, что мы заявляли о взятии Авдеевки, это медвежья услуга, у нас колоссальные потери, кто за это будет отвечать. Ну, то есть все, уже даже они внутри поняли у себя, что эта операция, она действительно, во-первых, смысловой нагрузки от нее, там, ну, не знаю, непонятно. Ну, положили там сотни единиц техники, положили тысячи личного состава, а выхлопа ноль. Позиции, как были контролированы вооруженными силами Украины, так и контролируются. Линия обороны как стояла, так и стоит. Ну, тяжело еще на фронте, реально тяжело, плюс погодные условия, уже как будто ближе зима, холодно. Но самое главное, что хлопцы и девчата все выдержали, выстояли. И сейчас действительно уже есть с той стороны информация, что они уже даже это преподносят, что они в обороне. Да-да, Бункерный, кстати, заявил о том, что в Авдеевке они держат оборону, то есть уже начали, как говорится, сливаться. Что с местным населением? От Авдеевки, как мы понимаем, практически ничего не осталось. Есть ли еще местное население в Авдеевке? К сожалению, есть. И очень много еще мирного населения остается в городе. Несмотря на то, что вот это обострение, оно принесло очередные жертвы в городе и среднемирном населении. Десятки раненых за сегодня седьмые сутки обострения. Людей не очень это настраивает и подталкивает на эвакуацию. Едут, но не так, как бы хотелось. Чуть живее, чем ранее, но тем не менее. Скорее всего, это, знаете, еще подтолкнуло тех людей, которые до этого обострения хотели выехать здесь с приближением земли. И они говорили об этом открыто, что мы будем выезжать. Ну, сегодня на утро 1618 людей в городе остается. Вчера не было эвакуации, никто не захотел ехать. Позавчера два человека вывезли в субботу, в пятницу одного, в четверг одного, в среду пять вывезли. Ну, то есть потихоньку едут люди, но не так, как бы нам хотелось бы. Ну, и, наверное, не так, как бы хотелось бы военным. Потому что, ну, они понимают, откровенно понимают, что чем больше мирного населения в городе, тем больше возможных жертв, и тем сложнее, в принципе, и ребятам. Да и морально просто, что когда ты понимаешь, если за тобой просто стены камней, это одна история. Когда за тобой люди, мирное население, женщины, старики, ну, как бы-то, общаясь с ребятами, они откровенно об этом говорят, что выехали, нам бы было намного проще. Ну, и мирное население в большей степени сейчас, ну, очень мало их встречаешь по городу. До этого обострения, ну, действительно, как, не знаю, как очень напоминало это какой-нибудь отдаленный от линии фронта небольшой провинциальный городок. Люди, велосипеды, машины, прогулки какие-то по городу непонятные, и это все было под обстрелами. Люди, тех, кого встречаешь сейчас, ну, во-первых, не работает все это время наш волонтерский пункт, в который за вот эти семь дней трижды били авиации. Были и прямые попадания, были и около, мы его остановили, запретили людям приходить, то есть, ну, во-первых, надо было порядки навести, еще наводим там очень много разрушений. Люди ранее приходили туда, принимали душ, стирались, то есть, буквально вчера, видя людей, которые живут недалеко от волонтерского пункта, они все, ну, извините, чумазые, грязные, потому что, ну, реально город в огне, он горел, видимо, негде даже помыться. И если ранее, ну, все равно в общении с ними были какие-то шутки, были какие-то, ну, свои, знаете, свои местные какой-то, ну, у нас местное население коренное, мы их называем ГАГАИ, вот, у них есть свои шутки специфические, которые, знаете, только местные, но сейчас этого нет, люди очень, скажем, глаза даже не поднимают. И были даже ранее там определенный контингент, их немного, но тем не менее, которые говорили, все не так однозначно, то одну из этих женщин на днях встретили, я говорю, как вам, говорит, я все понимаю, все, больше я никогда в жизни об этом говорить не буду. То есть люди, ну, увидели, ну, реально, эти три-четыре первых дня, ну, это был ад, это просто горел весь город, авиация работала практически бесперерывно, грады сыпались, ну, мы 10-го числа мы еще пытались считать количество обстрелов, потом несколько дней мы даже не считали, потому что массированных, это просто было нереально. Да, видим, что процесс осознания происходящего, он довольно длительный, но в конце люди все-таки делают правильные выводы из всего происходящего. Но какой ценой. Виталий, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру, спасибо, что держите оборону. Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации Покровского района. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова